Важным аспектом в контексте исполнения и написания функции является возвращаемое значение. Возвращаемое значение — это, по сути, и есть результат работы нашей функции. Для того, чтобы функция вернула значение, в языке Python есть ключевое слово return, после которого чаще всего исследует возвращаемое значение. Важным замечанием является то, что интерпретатор не продолжает исполнение функции после конструкции return. Каждый раз, когда мы пишем return, функция возвращает значение и снимается со стека в этот же момент. Поэтому даже если в нашей функции написано несколько конструкций return, то будет исполнена только одна из них, первую, которую исполнит интерпретатор. Вторым важным замечанием является то, что функции в языке Python не обязательно что-либо возвращать. Мы можем не поместить конструкцию return внутрь тела функции, и тогда функция завершит свое исполнение естественным образом, когда интерпретатор строка за строкой исполнит все тело функции. Также мы можем ничего не вернуть, если поместим внутрь функции пустой return. Return, у которого мы не укажем явно возвращаемое значение. Однако, что происходит с результатом функции, если наша функция ничего не вернула? Для этого в языке Python есть специальная конструкция none. None — это объект. None в переводе с английского — ничто или ничего. None используется в том случае, когда функция ничего не возвращает. Если функция ничего не возвращает, то результат работы функции всегда будет ссылаться на объект none. Давайте для примера рассмотрим функцию print. Функция print принимает аргументы и выводит их в терминал, однако сама функция ничего не возвращает. Поэтому если мы запишем что-нибудь в духе x равно print от 4, то так как функция print ничего не возвращает, результат работы будет ссылаться на none. в свою очередь x будет ссылаться на none, потому что мы использовали оператор присваивания. None является таким же объектом языка Python, как и все остальные, поэтому у него есть тип. Типом объекта none является none-type. При этом none-type принимает одно единственное значение none. Поэтому в любой момент времени в оперативной памяти всегда находится только один объект none. И все ссылки, все объекты, которые ссылаются на none, они на самом деле всегда ссылаются на один и тот же объект. Поэтому единственным правильным способом проверить слайд или переменная на none является проверка через is.